Анкара в двойном плюсе США и Турция пришли к компромиссу, пожалуй, в одном из самых принципиально важных вопросов для Анкары. Как уже сообщалось накануне 11 февраля, Конгресс США принял решение одобрить сделку с Турцией по продаже И-40 новых и модернизации 79 имеющихся на вооружении истребителей F-16. Решение Конгресса является большим шагом вперед. Турецкий парк F-16 имеет решающее значение для сил НАТО с точки зрения обеспечения в будущем оперативной совместимости между союзниками, написал глава американской дипмиссии в Анкаре Джеффри Флейк в социальной сети 10. А телеканал ТРЦ сообщил, в свою очередь, что начавшийся 26 января двухнедельный процесс рассмотрения турецкой заявки был завершен без каких-либо препятствий для дальнейшей реализации сделки. Как известно, в течение этого времени конгрессмены имели возможность подавать возражения, и только лишь сенатор Рэнд Пол, республиканец от штата Кентукки, сделал это, передав свое возражение в Комитет по международным делам. Но, как отмечает телеканал, его обращение не получило дальнейшего хода до окончания срока рассмотрения турецкой заявки. Таким образом, с точки зрения законодательства США, препятствий для завершения продажи Турции истребителей не осталось. Напомним, что Турция запросила у США эти самолеты в 2021 году, однако вопрос не получил одобрения Штатов в связи с тем, что Анкара еще в 2017 году приобрела у России зенитно-ракетные системы, с РСР, с 400. По этой причине в американском конгрессе призывали Вашингтонскую администрацию оказывать давление на Анкарю. Следует отметить, что Турция первая из стран НАТО приобрела у России эти системы, что вызвало резко негативную реакцию не только Вашингтона, но и у Альянса. Как следствие США исключили Турцию из своей программы производства истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35. В январе прошлого года заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью телеканалу CNN Tiorg заявила, что Вашингтон готов вернуть Анкарю в программу F-35, если удастся решить вопрос с приобретенными Анкарей российскими С-400. Это предложение Нуланд прозвучало после того, как Госдепартамент США одобрил запрос Анкаре о продаже ей нескольких десятков модернизированных истребителей F-16, а также модернизации старых истребителей этой модели, состоящих на вооружении ВВС Турции. Напомним, что Анкара пыталась договориться с Вашингтоном за счет членства Швеции в НАТО. И только после того, как турецкий парламент ратифицировал протокол о вступлении Швеции в НАТО, Госдепартамент сразу направил на рассмотрение Конгресса сделку по продаже Турции истребителей F-16 и модернизации имеющихся самолетов на общую сумму 22 миллиарда долларов. Вместе с тем, в начале февраля 2024 года глава МИД Турции Хакан Федан в эфире телеканала Эйхейба отметил, что США использовали покупку у России С-400 как предлог для исключения Турции из программы создания истребителя F-35, вследствие чего Анкара понесла убытки и были ослаблены ее операционные возможности. Турецкая сторона ясно дала понять штатам, что не планирует отказываться от С-400 ради получения F-35, подтвердив, что придерживается собственных интересов и принципов во внешней политике вопреки давлению извне. Поэтому неудивительно, что даже при том, что США долгое время грозили Турции за покупку С-400 санкциями, в Белом доме пошли на этот шаг только в 2020 году. С другой стороны, Анкара предупреждала, что не оставит применение подобных санкций без ответа. Поэтому решение Вашингтона поставить в Анкарю истребители F-16 можно расценивать не только как дипломатический успех Анкары, но и как показатель того, что для штатов Турции представляет огромную значимость не только как союзник по НАТО, но и как серьезный геополитический игрок, с мнением которого приходится считаться. И это тоже неудивительно, поскольку Турция, пожалуй, единственная страна, где заявляют о том, что США не должны игнорировать ее важность, ограничившись только словом спасибо, и которая открыто озвучивает свои претензии в адрес Белого дома в вопросе поддержки американцами ПК КПИТ в Сирии. Турция и Венгрия — единственные страны, которые смогли притормозить процесс расширения НАТО, блокируя вступление Швеции в военный блок, руководствуясь собственными национальными интересами, и при этом заставив считаться с ними США и все страны Североатлантического альянса. Поэтому еще в середине минувшей недели, за несколько дней до того, как стало известно о согласии США поставить истребители F-16, телеканал Тартхейба со ссылкой на источники в Минобороны Республики сообщал о том, что власти Турции рассчитывают на положительное решение Конгресса США по вопросу продажи Анкаре боевых самолетов. Мы не ожидаем каких-либо негативных моментов в вопросе поставок из США F-16, — приводила телекомпания слова представителя военного ведомства. А глава МИД Турции Хакан Федан ранее сообщал, что ожидает к 10 февраля от Конгресса США решение по истребителям, поскольку между Анкарей и Вашингтоном была предварительная договоренность, что Вашингтон примет меры в вопросе продажи F-16 после того, как турецкий парламент одобрит заявку Швеции в НАТО. Подводя итоги сказанному, следует отметить главное. Турция добилась поставок американских вооружений, при этом сохранив в своем военном арсенале российский из-400, что было принципиально важно для Анкары. Это во-первых. Во-вторых, вопреки прошлогодним заявлениям генсека НАТО Йонса Столтенберга о том, что поставки американских истребителей F-16 в Турцию не являются частью сделки по приему Швеции в НАТО, да в зеленый свет вступлению шведов в военный блок, Турция получила определенные обещания шведской стороны о прекращении поддержки курдских террористических организаций и содействия Анкаре в вопросе евроинтеграции. Турция, как сильный игрок в глобальной политике, показала в очередной раз способность продвигать свои интересы в системе международных координат, не пасуя ни перед мировым гегемоном, ни перед союзниками в НАТО.